привет дорогие друзья с вами клиент 8 и давайте сегодня поговорим немного о черном рынке 2020 немного расскажу секретов своих идей своего опыта как что сделать перед черным рынком перед покупками будет будут несколько списков так что внимательно слушайте приятного всем просмотра и так первым делом что нужно сделать это подготовить проверить свой интернет качество связи с серверами если у вас интернет через вай фай и он недостаточно быстро хорош возможно стоит отсоединить кабель от роутера и втыкнуть кабель собственно в системный блок таким образом интернет будет гораздо быстрее ну через вай фай как мне говорили теряется около 20 процентов скорости то есть пятая часть это уже значимо вторым делом вам нужно позакрывать все браузеры все лишние программы чтобы ускорить подачу ну и собственно быстродействие своей системы и так следующий пункт это вход в танки собственно можно просто нажать играть и таким образом войти а можно нажать вот здесь вот такую стрелочку и запустить игру без модов при этом игра будет работать собственно быстрее никакие лишние привязочки и добавочки не будут ей мешать далее пока грузится игра давайте посмотрим следующий пункт это определиться какой танк вы хотите купить смотрите на черный рынок будет выставлено много танков разных естественно каждый день два танка и вам нужно определиться какой из них вы хотели бы себе в ангар поскольку каждый танк стоит какой-то определенная сумму денег кредитов или золото возможно даже разработчики поменять правила во время акции и будут танки за боны поскольку они анонсировали там какой-то аукцион насколько мы знаем предыдущие аукционы на глобальная за на танки за глобальную карту были за боны поэтому поэтому нужно определиться чтобы у вас хватило кредит ресурсов на какой-то определенный танк какие танки там будут выставляться скорее всего это будут какие-то акционные танки которых сейчас редко можно приобрести к примеру там давайте так примеру сейчас это французский пятый уровень да у меня есть потешечка вот эта марафонская возможно она будет возможно что-то еще и давайте покажу вам на прошлом черном рынке вот такую машинку продавали за 23 миллиона кредитов вот что-то типа такого возможно будет вот такая машинка которая тоже сейчас является акционной фв-215 б британский тяжик раньше был потом его убрали что еще может быть может быть могут быть танки которые за марафон к примеру фейс 1 к примеру там прем прем шведский эмиль 1951 вот вот такое говорят может быть даже уникальная машинка ваффентраген е100 которые 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 барабанные птшки раньше были 10 уровня ну в общем много всякого разного может быть того чего сейчас нельзя купить в магазине игровом за золото и того чего нельзя купить в магазине премиум нам вот так же всякие мелкие какашечки типа 5 там 6 уровня премиумные машинки уникальные какие-то тоже могут продаваться то есть вам надо определиться какие танки вы хотите например я определился я хочу себе carnervan action x и ст-шка 8 уровня centurion 5 дроп 1 рак вот эти машинки я хочу я рассчитываю что если они там будут стоить кстати цена их премиум 8 уровня рассчитывайте что он будет стоить ну допустим в районе 8 9 миллионов в прошлом году были машины за 9 миллионов кредитов кредитов и в этом году вот первая машинка прыгнула за 8 с половиной миллионов кредитов далее рассчитываем что 10 уники будут стоить около 23 миллионов и собственно за золото машинки будут стоить в районе до 10 тысяч золота то есть если я имею там 22 тысячи то я могу себе позволить примерно две машинки на это я и рассчитываю и сегодня вот утром была машиночка 7 уровня 1357 гранд-финал лт-шечка французская она стоила 7000 7000 золота да в принципе и сейчас она еще висит ее так и не раскупили потому что почему потому что она уникальная да она для коллекционеров но она чертовски дорогая ты за эту сумму денег можно купить прям там 8 уровня руки и давайте поедем дальше что вам нужно еще сделать как вообще пополнить надо запастись ресурсами то есть что мы можем золотом ну да в принципе можно там кого есть лишние финансы закидать золото на аккаунт чтобы она была бонами ну да надо нам выполнить всякие какие-то там ежедневные задания получить боны покатать в рандоме выполнить медальки лбз-шки забрать боны кредиты да можно покатать в рандоме а можно порыться в своем ангаре к примеру к примеру к примеру к примеру давайте я зайду вот свой ангар у есть машинки которые нужно продать то есть у меня есть 1390 который я оставлял только ради того чтобы возможно в будущем взять три отметки на танки танк не нравится но сейчас он мне абсолютно не нужен и три отметки на нем братья в ближайшее время не планирую поэтому что поэтому я могу взять снять с него оборудование с расчетом что в будущем чтобы его не перед перекупать я смогу уже поставить и продать лишнюю машинку у меня уже есть 10 уровень поэтому девятый мне этот не нужен так все выгружаем на склад погодите чтобы лишнего не сделать давайте и камуфляж снимем вот так отлично и вот теперь можно его продать 1 7 5 0 0 0 0 и в итоге я выигрываю одну целую 750 этих миллиона и таким образом за один день одни сутки можно продать 5 танков таким образом выручите хорошее количество кредитов у меня также осталось много танков низких уровней тоже валяются у меня вот типа вот этого типа вот этого ждут своих мастеров вот ну пока 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 то есть посмотрите в своем ангаре какие танки вам не нужно какие лишние продайте кроме того которыми вы сейчас не играете например например я сейчас очень редко играю вот этой потешкой да я еще не докачал но если это критично тому кто кому будет это критично вы продавайте а купите ее потом да это будет вы проиграете в кредитах сич потом но сейчас вы выиграете вот так что еще еще поковыряйтесь на своем складе там тоже куча всякого интересного к примеру у меня сейчас на складе первой закладки модули снаряды на продажу масса модулей которые стоят вроде бы копейки но их настолько много что все вот это вышло в 5 и 8 десятых миллиона то есть 6 миллионов вот эти 5 и 8 можно собрать только лишь продав вот эти модули которые я оставлял но при этом смотрите что галочки стоят и на всех снарядах так что и снаряды тоже продаются и снаряды тоже продаются здесь я так понимаю как в пешные такие подкалиберные так и голдовые снаряды так что будьте внимательны что вы продаете кроме того что еще можно продать можно продать где тут они находятся оборудование снаряд снаряжение вот снаряжение снаряжение можно продать К примеру, огнетушители лишние Допустим Ну все, что у вас здесь может быть лишнее Расходники, короче, можно продать И тем самым взять кучу денег К примеру, у меня вот 600 огнетушителей Которые, ну вряд ли мне понадобятся Такое большое количество Поэтому, допустим, вот 400 я продам И тем самым 4 миллиона уже скину себе Копилочку Опа, и сразу хоп, 4 миллиона появилось Отлично, что еще? Что еще можно продать? Можно еще продать танки акционные Допустим Допустим, вот у меня есть Т-55А Машинка, которая получается за ЛБЗ На 200 За первую компанию ЛБЗ Третья машинка Вот, ее можно тоже продать И тем самым выручив 3,5 миллиона После чего вы сможете ее снова же купить Но при этом цена ее будет немножко больше Насколько мне говорили Плюс 10% То есть 3,5 миллиона плюс 10% Это получится 3,850 Ну короче Продаете за 3,5 Покупаете за 4 миллиона То бишь, потом его можно будет выкупить К таким машинам также относится Face 1 К таким машинам Что мы еще можем отнести? Что еще такого есть? Ну я так понимаю, что 10 уровни И те же самые вот FV FV Которая у меня нет Она 42 Чего-то там стоит 1 тысяча Нет, вряд ли Вряд ли вот эти машинки имеют смысл продавать Вот, то есть вот такие махины Как Т-55А Имеет смысл продать Чтобы сейчас вот здесь и сейчас Получить количество кредитов Едем дальше Что нужно подготовить до черного рынка Аукцион Если они все-таки будут Вам надо определиться Снова же определиться по поводу этого аукциона Будет много желающих приобрести Какой-то там танк X Какой-то там танк X, который будет Даже если вы еще не знаете Какой из них Собственно Там Чифтейн Ну я так понимаю Те танки, которые за глобальную карту Там Чифтейн Китайский 121-й Б Или 907-й Или еще какие-то танки Вам надо определиться Сколько вы готовы Выложить за этот танк Потому что в момент аукциона Адреналин прыгает Эмоции накаляются И Собственно, как и на любых аукционах Вы готовы поставить больше Чем здравый смысл Чем вы бы себе позволили При трезвом Рассудительном Моменте Поэтому Конкретно определитесь Я готов поставить За машину 10 уровня Там К примеру 10 тысяч бонов Припустим У меня есть Их 20 Но 20 я не готов поставить Я готов только 10 Что насчет меня Если бы я Я был Ставил бы Ну скажем 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 Не знаю Какая там машинка Ну скажем Чифтейн Хорошо Скажем тот же самый Чифтейн Если бы его продавали За боны На аукционе Я бы готов был поставить Ну 10 тысяч Не больше Почему? Потому что Один модуль Боновый Стоит 5 тысяч То есть я бы За десятку готов Могу взять 2 бона 15 тысяч уже 15 за Танк 10 уровня На котором я Ну не много Буду играть Вряд ли я много Проведу на нем бою Я не готов поставить Это 3 бонового Оборудования Это нет Поэтому Для себя Определитесь конкретно Какую цену Вы готовы Выложить на аукционе Это очень важно Правда Дальше Чтобы не пропустить Момент Собственно Торгов Да Продажи Которые Выпрыгивают Ровно в ту же Минуту Начало той же минуты Вам нужно поставить Будильник Заранее Заранее включить Компьютер А заранее Это Примерно Как Как сегодня Да Сегодня Многие не могли Просто зайти в магазин Многие не могли Авторизироваться В танках Просто авторизироваться 30 минут Запаса Не хватило Чтобы войти в игру И 6 минут Входило в магазин После этого Ну вот представьте себе Эти цифры Это при скорости интернета В 80 Мегабит в секунду И с пингом в 13 И теперь Сравните Сравните Свои показатели Там интернета Которые у вас есть Да И сколько вам нужно Времени Чтобы Войти в игру Войти В магазин Вот сюда В эту вкладочку Вот такая загрузочка У меня Происходила 6 минут Ну и Вот сюда Вот Собственно В черный рынок Кстати Вот сегодня Утром продавали Вот эту машинку И до сих пор Ее продают Как вы видите Очень дорогая цена Сами-сами Коллекционеры Ее только забирают Ну и я ее не взял Не готов Выплатить Заплатить Такую цену Окей Да То есть Ставим будильничек И включаем танки За Там полчаса Заранее Входим Внимание Входим в магазин Нажимаем Черный рынок И сидим В этой вкладке Все то время Если вы заранее Это сделаете То У вас больше шансов Первым Взять эту Машинку Которая Появится Поскольку Процесс Магазин Черный рынок Вход Вообще Сюда Пик Начала Старта Продаж Это пипец Это полный Пипец И так далее И так далее Если вы Короче Один из последних Пунктов Это надо Себя настроить Правильно Морально подготовить К примеру Выставляют Машинку Которую вы Хотели бы купить Но по каким-то По тем причинам Допустим Кернер На Кшен Икс Как в прошлом году Его выставили На моем примере Но Я не смог Его купить Поскольку То ли долго Заходило в танки То ли я не мог Подойти к компьютеру Ну Бывают разные ситуации И я его не купил Расстроился ли я Да Расстроился Но при этом Я был готов Я знал Что вот Ну Бывают В жизни моменты Важнее Поэтому Будьте готовы Что Какой-то Лот Возможно Который вам Понравился Вы можете Просто Отпустить Не потерять Потому что Вы его не имеете А просто Отпустить Вот спокойно Морально Настройтесь О том Что без сожаления Вы можете Этот слот Отпустить Ну Бывают Такие моменты И все Поэтому Трезво Здраво Подходите К этому К этому Ивенту Желаю вам Удачи Желаю вам Хорошей подготовки Поскольку Подготовка Это Сколько там Как говорили Раньше Крутые ребята Из редов Кланы Такие были Подготовка Это 70% Побед Так что Удачи вам Друзья Хороших покупок И пусть у вас Будет все Окей До скорой встречи Продолжение следует